Танки-шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки-шоп на YouTube. Здравствуйте, друзья! С вами Маракэси. Сегодня я хотел бы показать бой на ПТ-САУ 10 уровня из ТРВ-103Б. Вначале, конечно, эта ПТ-шка никуда не лезет. И в основном будет стрельба издалека, но в конце будет довольно-таки жесткая заварушка. Это я вам обещаю, где, в общем-то, полное мясо и много динамики. Итак, вначале игрок, несмотря на засвет, удачно отстреливается по ЛТ-шкам. Три раза им наносит урон, а именно один раз попал по Т-49 и два раза по РУ-251. Чтобы не рисковать, он откатывается назад, а то может тут и арта все-таки попасть. А для этой ПТ-САУ это фатально может быть. Ну и к тому же ЛТ хорошо там просвечивает рядом. И рано или поздно при таком вот состоянии на одном месте от кого-нибудь да прилетит. По практике говорю. Ну и пытается игрок снять этого светляка. Пока что не очень хорошо это получается. Но вот все-таки РУ-251 подставляется. И союзники его снимают. Ну и наш герой после этого снова занимает эту позицию. Так как можно безопасно тут находиться. По крайней мере светляки все померли. И тут довольно безопасно. А маскировка у этой ПТ-САУ потрясающая. Вдалеке, рядом с этой церковью или монастырем, засвечиваются неприятели. Появляется Т110Е4. И наш герой конечно наносит ему урон. У этой ПТ-САУ крайне быстрое сведение. Практически идеальная точность. И также крайне высокий ДПЕ. Благодаря этим качествам удалось хорошо продамажить Е4. А также Т62. Ну и в целом действительно комфортная стрельба на этой ПТ-САУ. Удается добрать Е4. Ну и как же все-таки кайфово стрелять на СТРВ-103Б. Просто испытываешь действительно удовольствие. Хоть и многие не поймут этого. Но скажут, блин, я бы лучше там в городе повоевал, потанковал. Было бы там круто. Но когда ты находишься вдалеке, никак тебя никто не может засветить. Есть только какой-нибудь светляк безумный, подъедет слишком близко. Но в данном случае уже всех светляков убили. В общем, ты с комфортом настреливаешь урон. Практически не машешь. Пробиваешь всех за счет чудесного пробития. И в общем, стрельба доставляет действительно удовольствие на этой ПТ-САУ. И только это, в общем-то, сдерживает игроков, наверное, на этой ПТ-САУ. Потому что частенько бои не самые такие динамичные. И приходится долго ждать. Но, правда, стоит отметить, что в этом бою враги сильно подставляются. Получилось пробить удачи на Т-54. Еще и с пожаром. Он все-таки потушился в конце. Игрок замечает, что противники активно давят со стороны уже этого ущелья. Тут ИС-7 появился. И наш герой смело на него нападает. Несмотря на то, что у ИС-7 довольно большой калибр, наша ПТ-шка умудряется все-таки вытанковать его выстрел. И это довольно-таки круто, я считаю. Все-таки у ИС-7 большой калибр и, по правилу, у трех калибров частенько все-таки там пробитие вылетает по этой ПТ-шке. Но в данном случае игрок вытанковал. Хотя этот бой весь из таких вот странных выстрелов, по секрету скажу я вам, где ПТ-шка неплохо танкует, как ни странно, даже против крупнокалиберных орудий. Итак, враги благополучно раздавили всех в городе и сейчас смело, безмятежно идут в атаку. Вот засвечивается ИС-100. Ну и, конечно, наш герой пытается нанести ему максимальные повреждения. Но ИС-100 тоже не дурак, старается спрятаться и экономит свою прочность. Сейчас враги явно побеждают, у них больше прочности и сложно, конечно, затащить этот бой. Игрок решает сменить позицию, забирается на эту горочку. Кстати, рекомендую эту позицию. Сам ее использовал в бою не раз, не только на ПТ-сауну и на среднем. Танки с хорошими УВН, эта позиция отлично заходит. И игрок это, видимо, знал. Но, правда, не стоит забывать про арту, которая наверняка может тут накинуть. Очень даже больно. Итак, получается пробить Шкоду Т-50. Замечательный ДПМ. И Шкода два раза теряет свою прочность. Но быстренько все основные союзники послевались. И наш герой практически тут один. Пока что хоть какой-то вклад в победу выносит. Неожиданно приехала арта. Удалось еще уничтожить. Непонятно, чем она думала, когда по кишке ехала в атаку. Но это полный дебилизм, по-моему. Высовывается снова Шкода. Пытается она прорваться. Но игрок ее замечательно дамажит. Оставляет Шкоде маленький запас прочности. И в итоге все-таки отправляет ее в ангар. Но повезло, что загуслил кто-то Шкоду. Видимо, арта стреляла бронебойно, насколько я понял. И, в общем, удалось ее ликвидировать. Но это еще далеко не все. Хоть у игрока осталось фулл хп, но против него, по сути, три врага. Но арта вряд ли что-то в ближнем бою может тут что-то сделать. И эта ПТ-САУ, она хорошо танкует против орудий с небольшим калибром. Но орудия такие, как у Е100, в принципе, должны пробивать эту ПТ-шку. И давайте же посмотрим, как она будет выживать. Да, арту крайне быстро уничтожили. Засвечивается тут Ягдтигр. Игрок дает ему плюху. Ну и наверняка гриль там где-то поблизости. Ягдтигр прячется. Пытается игрок его пробить. Но Е100 уже сзади совсем близко. И приходится нашему герою уже обдумывать, как нужно бороться тут с Е100. Последний раз он кидает по Ягдтигру. И отворачивается на Е100. Хорошо, что тут огромный камень был. Игрок дает плюху Е100. И при этом вытанковывает его выстрел. Невероятно. Это Е100, у которого крупнокалиберное орудие. И плюс он стрелял бронебойным. Противокумулятивная решетка. Это она кумулятивы, как вы наверняка знаете, часто пожирает. Но тут второй выстрел. Игрок вытанковывает от Е100. И это, честно говоря, невероятно. Игрок разворачивается и быстро забирает гриля. Пока у Е100 была перезарядка. В общем, крайне грамотно он сделал. Ягдтигр пока что тащится еле-еле. И наш герой успевает уничтожить Е100. При этом он вытанковывает очередной выстрел противника. Я вообще не понял, как это удавалось ему. Потому что у Е100 все-таки крайне большой калибр. И, насколько я знаю, по правилу трех калибров должен он был, в общем-то, пробивать. Вроде бы орудие топовое. Но, может быть, позиция помогла. Итак, получается нанести Ягдтигру значительный урон. И в итоге игрок его спокойно добирает. При этом он много вытанковал в этом бою. Основной калибр. Также танкист-снайпер. Воин. Хорошие медальки. И 10 175 урона и 6 фрагов. 3620 урона игрок смог вытанковать. 1405 опыта он получил без према. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok .